В первые дни войны советская авиация понесла серьезные потери. Усалевшие самолеты часто применяли из нерублемого назначения. Например, Су-2 использовали как штурмовик, а без бомбового вооружения и как одноместный истребитель. Хорошее сочетание разных летных характеристик позволяло вести бой даже с истребителями противника. Известен и такой случай. 12 сентября 1941 года на самолет старшего лейтенанта Екатерина Зеленко напали 7 вражеских истребителей. Су-2 принял бой. В этой неравной схватке экипажу удалось сбить один истребитель, а второй, сыной собственной жизни, Екатерина Зеленко уничтожила таран на воду. Это был первый таран, выполненный летчиком женщиной. В 1990 году Екатерине Зеленко посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Постепенно Су-2 стали переводить разведчики и корректировщики артиллерийского огня. Это оказался идеальный эффект и работа самолета. Кабина Су-2 имела прекрасный обзор. Задача поддержки войск на поле боя стали выполнять турбокики Екатерина Зеленко.